Сложнейшую процедуру по удалению опухоли в поджелудочной железе онкологическому больному провели в первой Павлодарской больнице. Обо всех тонкостях хирургического вмешательства узнавал наш корреспондент. Житель города Экибастуз Сергей Воробьев поступил в первую городскую больницу с симптомами механической желтухи и слабости. Медики определили, желчевыводящие протоки перекрыла злокачественная опухоль. Первый этап мы провели операцию для дренирования тока. чтобы улучшить отток желчи, снизить, оккупировать желтуху. В процессе, после оккупирования желтухи, мы дообследовали данного больного, проконсультировали с Центром онкологии города Астана. Верифицировано, что в данном случае является операбельным, можно произвести радикальную операцию данному больному. Вторым этапом явилось плано-оперативное вмешательство. С участием специалистов гепатопиллярной хирургии научного онкологического центра города Астана непосредственно под руководством заведующего отделения СПАТА и Ажала Сидбаталовича проведена операция панкреатодудальная резекция. Такая резекция задача для врачей непростая, потому как даже малейшее неверное движение может привести к серьезному травмированию органов пищеварения. Но специалисты первой городской больницы успешно проводят такие операции. Стоит отметить, что оперируют прямо на своей базе. Ведь в этом лечебном учреждении открыт Центр механической желтухи. Все жители Приртышья, поступившие с этой патологией, лечатся там. Причем бесплатно, если застрахованы в системе ОСМС. Приехал в Павлодар. Здесь аппаратура есть, врачи меня положили на обследование. Взяли мое согласие на операцию, я согласился. Все обследования и операцию мне сделали по ОСМС. По словам хирурга, восстановление таких больных занимает длительный период. От трех до шести недель. Причина в том, что поджелудочная железа – очень сложный орган. И при вмешательстве необходим высокий профессионализм медиков. А Сергей Александрович теперь сможет продолжить лечение и своевременно получить химиотерапию в онкологическом диспансере. Анастасия Ерш, Даурин Сыздыков, Ертысакпарад.